С высот небес опускаемся на землю. Я случайно попал в ваш коллектив, он на меня произвел огромное впечатление, поэтому я очень кратко поставлю перед вами задачу, которую не могут решить на протяжении десятков сотен лет при добыче алмана. Значит, смысл в том, что вот еще Дмитрий Иванович Менделеев, он утверждал, что внимание взрывчным веществам год от года будет не умаляться, а возрастать, ибо в области этого предмета предвидится множество самостоятельных и глубоко важных для науки вопросов. Вот у меня в данном случае вопрос стоит такой, что имеются месторождения алмазов, и в том числе в России, в Якутии алмазные трубки, и раньше были найдены и в ЮАР, и в других странах. Но при добыче алмазов, если продемонстрировать, так сказать, фотографию данную, то видно, вот это вот ненарушенный алмаз, а это вот, так сказать, видите, он весь раздробленный. Раньше считали теоретики, что прочность теоретической алмаза выше той нагрузки, которая реализуется в момент взрыва в окружающей среде. И тем более, когда подходит взрывная волна к алмазу, она вроде бы не должна была разрушать. Вот я несколько, 20-30 лет, 40, поставил этот вопрос, и вот доказываю, пытаюсь доказать, что алмазы разрушаются. До меня считали, что алмазы вообще не разрушаются. Какие-то 70-е годы стали соглашаться, что они могут разрушаться в пределах расстояния от заряда, пять радиусов заряда. А общие линии разрушения, когда происходит отбойка горных пород, это вот, в частности, сваженный метод отбойки, вот линии наименьшего сопротивления, на которое идет разрушение, а здесь могут находиться везде в разном отношении кристаллы алмазы. И когда идет отбойка, вот это расстояние 60, и все считают, что если 3,5, вот они сейчас согласились с радиусом, то не стоит на это внимания обращать, и надо взрывать любыми взрывчатыми веществами. И в результате, если показать еще одну фотографию, ну, ее сейчас пока не было, в следующем году докладится, появится человек, студент мой, то есть получается, что нагрузки вызывают разрушение не на 3,5, а вот сейчас я доказываю, и 30, и 40 радиусов заряда при общей линии наименьшего сопротивления отбиваемой породы, 60-80 радиусов заряда. То есть более половины кристаллов, находящихся во вмещающей породе, в данном случае кимберлид, значит, они подвергаются высоким нагрузкам, и возникают трещины. И, понимаете, вот доказательств таких математических, я вот пытаюсь, обращался к академикам, математикам и прочее, и так до сих пор еще надежных расчетов и доказательств не имеется. Ну, я помню, в 70-е годы приехал к нам сюда Гамаль Абдель Насар с Никитой Сергеевичем Хрущевым в Санкт-Петербург, Ленинград тогда, значит, и нас вызвали, поручили, потому что, будучи в Москве в палате, Гамаль Абдель Насару понравился в шапке Мономаха Рубин, и он потребовал, чтобы вот для него нашли. Это месторождение подобных, так сказать, камней было найдено нашими геологами на Памире. И вот на этом месторождении меня вызвали, и там в фастеритах, то есть крепких, достаточно скальных породах, значит, встречались эти кристаллы, длинненькие кристаллы, и находятся они в крепкой породе, и когда идет трещина, я даже обращал внимание, и брал такие кристаллы, то есть как ножом разрезают кристаллы на две части, например, если идет трещина по направлению перпендикулярному к самому кристаллу. И вот эта, так сказать, тематика меня много лет, десятков интересует. И вот на исландском шпате мы находили нарушенные кристаллы, и я даже с министром вылетал, так сказать, на месторождение, мы пытались разработать технологию, но что-то сделал. Кое-кто получили государственные премии, как вчера вот здесь доказывали. Я и тогда, и сейчас ничего. А когда на алмазах я вот стал доказывать, что они разрушаются, в 85-м году я приехал, пригласили на конференцию на Пайкал, там был министр, и в результате вот я заявил там, что если будем внедрять новую технологию от ГУД, то эффект от разрушения кристаллов будет минимизирован, и максимально будет обеспечена естественная сохранность. И мне сказали, вот если ты даже на процент увеличишь выход ненарушенных кристаллов, мы тебе дадим государственную премию. Ну, уезжая с Якутии, я когда завершил вот эту разработку, я написал, так сказать, это был 90-й год, конец декабря, у жены был 60-летний юбилей, я написал письмо генеральному директору, вот в связи с тем, что я разрабатываю у вас технологию, прошу продать куртку и пуховик, в честь юбилей жены мне подписали, в связи с тем, что профессор дал 25 миллионов экономии, это за один взрыв всего, разрешаем продать куртку. А вместо этого, когда я вернулся в горный институт, то мне уже буквально в течение недели там создали список на государственную премию, включили министра, включили еще кого-то, то есть кто не имел, это мне директор института, и я написал официальное письмо, что категорически возражаю против технологии, я разработал тогда технологию щадящего взрывания, используя малоплотных взрывчатых веществ, которые не дают высокие волновые процессы. А я могу сказать, в любой точке, массовая скорость смещения частиц, возникающая при отбойке горных пород, она, так сказать, позволяет перейти в акустическом приближении с большой точностью через ρcv к напряжениям возникающим. То есть в любой точке, на любом расстоянии от заряда, я могу сказать, какое движение, с какой скоростью, с каким ускорением, какой импульс, какая энергия, так сказать. Ну и, конечно, когда я уехал, и вместо моей технологии щадящего взрывания стали предлагать технологию взрывания на замочку, то есть скважины заполнялись водой, потому что они не стали тренировать, как я им предлагал. И в скважинах, полученных зарядом водой, то есть там нельзя зарядить малоплотными, малоэнергоемкими взрывчатыми веществами, можно было зарядить только в те времена гранулатолы, тротик гранулированный, с плотностью 1,6, скорость детонации 6 км в секунду. И когда они стали заряжать, и мне директор института звонит, что, Виктор Александрович, вместо вашей технологии вот другая группа на государственную премию, и плюс еще, значит, ущерб пошел значительный, я официально министру написал, что категорически возражаю. И вот с 91-го года сколько лет прошло, так я и не могу добиться, чтобы внедряли нормальные, современные технологии, базирующиеся на точных теоретических и практических экспериментальных измерениях. Ну, не потому что я очень умный, но в 60-м году, когда я вернулся из Норильска, отработав 5 лет, и мы, военные, занимались ядерными испытаниями, они были крупные математики и теоретики, а меня взяли как практика, которая предложила, как можно, тогда академик, тоже у нас был Мельников, бывший министр гугольной промышленности, он доказывал, что если создать между зарядом и стенкой зарядной камеры воздушный зазор, то при этом эффект разрушения увеличивается. А я, младший научный сотрудник, объяснил заведующему кафедру эксперименты мы делали с военными на полигоне в Преодзерске, что это абсолютная чушь и ложь. И когда я с этим, так сказать, выступлением, с этим заявлением выступил, и завкафедра уволили, меня решили доказать. Ну и в результате я говорю, что вот последний раз, вот в 91-м году отдали под суд. Я был много месяцев под следствием, но по стечению обстоятельств приняли меня в ЦК, и я все-таки объяснил свою позицию, объяснили, всякие с меня обвинения сняли, а там премировали, 500 рублей дали, отправили к моим аспирантам на клуб, в копотировку, где я тоже кое-какие вещи внедрял. То есть жизнь очень такая неоднозначная, и наука очень сложная. Вот ваша наука, она оторвана немножко, так сказать, от тех практических задач. Я вот пришел и считал, что вот доложить, что может быть кто-то из вас, вот этих, так сказать, ученых, и физиков, и математиков, поможет заняться этой проблемой и решить ее, потому что она до сих пор еще не решена. А ко мне, вот меня и в горном институте вот уволили, когда мне исполнилось 68 лет, это было 14 лет назад, потому что тоже вот ректор, миллиардер, крупный, так сказать, специалист, якобы себя считает, хотя никакого понятия в науке не имел. Я его знаю, когда он был коментант общежития, и со студентами дрался и прочее. Поэтому вот когда узнали, что я еще и тут, так сказать, вот они решили меня поделить. И вот я 14 лет, значит, работаю сначала в физтехе, сейчас в политехе еще, ну и за это время я к тому, что вот приходится бороться, за это время я установил сотню рекордов России, стал чемпионом Европы, мира и прочее по плаванию. Доказать, что я не такой старый, и поэтому бороться за идею, за науку надо всегда. Поэтому я вот очень благодарен вам, и что я попал в такой коллектив, когда мне кажется, вот такие оторванные идеи, и вы их воплощаете в жизни, пытаетесь найти, то здесь вот, сейчас я покажу. Вот я показал, что если воздух, то, что академик Мельников доказывал, увеличивает эффект взрыва, я показал, что он снижает и в сотни раз может снизить эффект воздействия. Вот при ядерных взрывах, первые ядерные взрывы делали по моим рекомендациям, академик Шемякин, они говорили, вот там взрывник от гора. И я доказал, что резко снижается давление. А если вот между зазором вода находится, то может даже быть определенный оптимум. И объем разрушения я могу увеличить, сократив радиус заряда. Так вот, эти испытания как раз подтверждают, что физика процесса разрушения, она сегодня может быть детально изучена, но к ней мало внимания и молодежи, и вот такого взрослого поколения. Поэтому я очень признателен, что вы вот послушали. И может быть, если кто-то заинтересуется, вот этот вопрос надо ставить в государственном плане. Потому что вот государство меня под суд отдавало, а ко мне в том же 98-м году приехали с фирмы «Дебирс», стали платить, почему я вот смог ездить на всякие чемпионаты мира, стали платить по 5 тысяч долларов за консультацию в месяц. И я смог ездить и за границей, и до соревнованиях участвовать и прочее. То есть, но борьба вот эта, тех, я всем и сегодня студентам рассказываю, вот олигарх, миллиардер Прохоров не родился, когда я с заключенными еще в 50-е годы работал в Норильске на подземных рудниках, взрывал, мало того, тоже еще в 57-м году был первым чемпионом Сибири и Дальнего Востока, и бассейн там построил, и ничего до сих пор не заработал. Поэтому, и вот вчера выступали люди, как выбирают в академике. Тоже абсолютно, так сказать, часто это недостойно делается. То есть, есть у меня знакомый хороший, он меня сделал, академиком, нету знакомого, значит, не будете ни академиком, ни кем. Но я вот был 10 лет экспертом в АКССР, 10 лет экспертом Российского фонда фундаментальных наук. Я говорю, что почему обидно, потому что в 2000 году Аксфордский университет издал мою монографию по взрывному разрушению горных пород и номинировали интеллектуалом 21 века, я выиграл грант Академии Сибири, Академии наук и был уволен из горного института. То есть, не подписали контракт. А судиться, когда тебе исполняется 68 лет или больше, вы с администрацией не имеете права. Поэтому я вот хочу защитить, и я вижу здесь вот много пожилых людей, я спрашивал уже некоторых, многие не работают. А мне кажется, как раз накопив вот огромный опыт, надо таких людей поддерживать и помогать им во всех направлениях. Прошу извинения, и всех благ, и всем здоровья. Воздух выполняет роль амортизационной подушки, значит, если его откачать и произвести взрыв, то амаз быстрее разрушается? Еще раз вопрос. Воздух. Вы сказали, что... Ну, плотность воздуха, она выполняет амортизационную подушку, а плотность воздуха на порядке. Чем выше плотность, тем меньше влияние на разрушение взрыва. То есть характер передачи энергии, то есть вот взрывается заряд, идет фронт детенционной волны, превращение энергии в энергию движения продукта взрыва. И когда формируется детенционная волна, проходя в воздух, в воду или в горную среду, она формирует ударную волну, то есть амплитуда сразу максимально возрастает, и спад идет. Это в воздухе, в воде. В породе там может завал быть за счет диссипативных потерь в ближней зоне. Поскольку плотность очень низкая, резко падает, так сказать, сразу в воздушных зазорах давление. А в водяном зазоре я показал, что вот конкретно на простых цифрах, вот детонация идет в 100 тысяч килограмм на сантиметр квадратный. Вот все считали, что прощесть алмазов больше 100 тысяч, поэтому разрушения алмазов не должно быть. А я показываю, что вот взрываю я, вот у меня, так сказать, на контакте может реализоваться около 100 тысяч. А за контактом, если я воздух прокладу, то у меня разрушение идет на несколько сантиметров, и давление падает до несколько тысяч килограмм на сантиметр квадратный. Но я хотел просто понять, отсутствие воздуха уменьшает или увеличивает влияние взрыва на разрушение алмазов? То есть увеличивает, потому что очень высокие амплитудные нагрузки. А за счет чего он передается, если воздуха нет? А если воздух в прямой контакт на породу? То есть детенционная волна, падая на породу, она увеличит плотность породы высокая, а коэффициент преломления 2 ро-с породы, деленные ро-с породы плюс ро-с породы. А что является тогда переносчиком волны, если нет воздуха? А контакт прямой, порода сама. Нет, она предлагает выкачать и воздух из кладки. А как его выкачать? Ну, теоретически, теоретически. Вы их выкачали. Все равно у меня порода вместе на контакте с зарядом. Что, непосредственно? У меня все равно перейдет максимум, так сказать, энергии при плотном заряжении. Вот я говорю, что если я водяную, воздушное делаю, то есть у меня вот знак специально. Порода возбуждается активно. Порода воспринимает детенционную волну, и при падении в два раза увеличится. Я делал простые эксперименты. Вот на стенку жесткую делал, поставил датчик, стальная плита, и здесь вот взрываем. Воздушная среда, волна прошла вот это расстояние, она резко упала, но при падении на стенку увеличивается в восемь раз за счет акустических свойств среды и металла. А если я водяной зазор делаю, то падая на стенку, волна приходит с большей амплитудой, так сказать, но увеличивается всего в два раза. Спасибо. Спасибо. Я знаю, я этот эффект, так сказать, я лично с ним был знаком. Он ходил в его лабораторию. Когда я вернулся из Норильска, он имел уже свою лабораторию. Я говорю, что это Юткин. 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 Он запатентовал этот эффект. Суть этого эффекта заключается в том, что электроразряд через воду передается, и в результате, так сказать, возникшая мощная ударная волна в воде преломляется в породу и разрушает породу. И вот эту установку, когда они сделали Юткин со своей командой и метро принес, то и доказывали, что она очень эффективна и полезна, то у меня вот сейчас начальник метро Александров был, а тогда он только первые дни пришел, это 60-й год был, пришел в метро и начал работать мастером. У меня портфель с взрывчаткой носил. А Юрий Филиппович Соловьев был тогда начальником метростроя, 17-й строили, вот тогда проходили, 60-й год, Василиостровскую станцию. И на уклоне, вот я подошел, вот там валун-стритов на стене, несколько губометров, или они вскрыли, я бурил шкур, и вот этим не электрогидравлическим, которым, так сказать, Юткин рекомендовал, а я сделал проще, чтобы не носить и не устанавливать вот эти мощные электроустановки и их применять. Я взял несколько ниток детонирующего шнура, это мощное взрывчатое вещество, шкур пробурил 40 мм диаметра, 7 ниточек шнура, это, грубо говоря, 15-20 грамм взрывчатки, и я встал около этого камня, начальник метро и начальник инспекции был наверху, тогда метров 30 было пройдено, взорвал, они спустились, мы тебе разрешаем, везде взрывать, поэтому после этого я взрывал везде, и нет места в Ленинграде, когда Хрущев считал, стучал каблуком в организации объединенных наций в Смольном, тоже наши благодетели построили бомбоубежище, забыли шов сделать венциляционный, я взрывал и там в Смольном. Забыть по ПК, да? Да. Так что вот можно управлять взрывами, но математические вот решения, то есть мне повезло, что вот я с военными много работал, и сверхскоростные кинокамеры, пьезометрии, то есть я с огромной точностью мог все измерять, и был огромный опыт еще в промышлении. Да, для разрядка уже не вопрос. Вы, может, слышали, как называют в быту дефоденционный шнур? Ну, правильно. Как его называют? Деша. Поезд для тещи. Нет. Я не знаю. Хотя взрывает этот долг тела, не задевает 60 тысяч лет. Скажите, пожалуйста, там в Политинский институте сейчас приехал из Украины, из Киева какой-то большой специалист мирового уровня по взрыву вообще, как эксперт взрывных работ. Может быть, вам с ним в этом такси? А я даже не знаю, кто там. Он тоже так же уволили его за прогул из института в Киеве. Он работал в Китае какой-то год. Теперь вернулся и в Петербурге находится, в Политехническом институте. А где, примерно, где к ректору надо идти? С кем он? Наверное, с ректором можно спросить. Его пригласили как профессора. К Шаплыгину. Так? Надо прийти к Шаплыгину, он сказал. Нет, он, конечно, по взрывам. Может быть, с ним надо. Я со всеми говорил. Я знал академика Саховского. И Шемякин был мой друг академик. Он меня и в ВАГ в свое время ввел. Потому что и там, когда обсуждали работы, очень часто... То есть, вот старое поколение ученых, я считаю, что оно более честное и порядочное. Ни взяток не брали, ни продавали диссертации. А сегодня это вот задается вопрос даже на государственном уровне. Почему берут взятки, дипломы продают и прочее. Пишут диссертации заказные, да? Да, поэтому я считаю, что мы вот... Давайте вам на это видео.